знаете есть такие темы о которых ты думаешь ну что тут можно сказать все же давно известно подписчики будут писать как банально и логично зачем ты вообще это рассказываешь а потом натыкаюсь на кучу обсуждений под своими материалами в которых люди не отличают рефлексию от терапии психологический аспект от психического или считают внутренний диалог однозначным признаком галлюцинаторной симптоматики сегодня дамы и господа мы поговорим обо всем перечисленном постараюсь быть краток и информативен хотя кого я обманываю вы же прекрасно знаете что здесь будет куча бомбежа из-за нынешних мифов связанных с понятием сознания бытие определяет сознание изначально стоит понимать каждый специалист психиатрии психологии да и вообще медицины любого подсектора по-разному трактует группу терминов связанных с разумностью человека как существа виной тому как всегда одна вещь отсталость нашего научного прогресса как цивилизации о чем не раз упоминал в объективной реальности наше субъективное понимание природы личности далеко впереди возможностей исследования мозга и сознания оттого возникают целые плеяды разных подходов к трактованию того почему мы такие умные откуда возникают сложные эмоции и почему у нас как вида столько психических и психологических преимуществ и проблем особенно жаркие споры в этом плане идут между религиозными врачами и медиками сторонниками научного подхода в частности теории эволюции так что если вы вдруг верите в то что это только в интернете все такие токсичные желчные когда разговоры доходят до подобного вы явно не были на медицинских конференциях по неврологии и психиатрии там после официальной части некоторые друг друга чуть ли не матом готовы крыть и на дуэли вызывать по причине использования не использование или неверного использования термина душа я это все к чему некоторые далее озвученные мною вещи полностью или частично подтвержденные явления и паттерны психики а иные мое субъективное понимание с упором в анализ моего опыта как специалиста сферы психологии дискуссионные вопросы да и вообще напоминаю что перед роликом не зря существует дисклеймер короче автор предупредил и не ответственен за возгорание пятых точек в комментариях первое что сразу хочется развенчать ошибка абсолютного большинства в понимании работы психики человека цитирую одно такое мнение наше тело и наше сознание разные явления которые практически не связаны в будущем наше сознание можно оцифровать и она будет жить так же как будто ничего не произошло тело не определяет сознание конец цитаты и сюрприз сюрприз это императивно неверно наш организм не какой-то биоробот у которого можно отобрать часть а он продолжит также функционировать хоть и с ограниченными возможностями по факту наше тело это огромный сенсор восприятия ощущений весь наш накапливаемый опыт который по сути и определяет будущее поведение происходит посредством щупания обоняния созерцания вкусовщины в ее прямом понимании и так далее да уже позже происходит внутренний анализ но как если максимально упростить органы чувств как будто сетки ловят обрывки реальности клочки бумаги на которых написаны слова и картинки уже наше сознание собирает их воедино сначала в странице потом в тетради а потом в книге и тома все они хранятся на полке под названием жизненный опыт и его интерпретация а уже из этого по кирпичику строится личность человека до 25 лет дальше все сложнее ибо фундамент построен его тяжело поменять даже при желании самого человека и вот где-то здесь мне могут возразить как ты рептилоид можешь доказать сказанное ведь есть альтернативное мнение очень просто леди джентльмены докажу это на твоем да да твоем примере смотрящий или слушающий меня сейчас пубертат мы все его проходили кто-то болезненно кто-то относительно легко тем не менее у подавляющего большинства выработалось после него кое-что важное понимание и потребность в сексуальной активности вспомните себя ребенком каковы были ваши потребности кушать спать справлять нужду развлекаться учиться между тем в районе 11-15 лет все вдруг резко поменялось под давлением полового созревания ваше тело трансформировалась просторечий игра гормонов абсолютно точно можно сказать что ваше сознание разное на этапе до и после пубертата вы стали осознавать то о чем до этого и помыслить не могли и все это благодаря изменениям не пресловутого сознания а под давлением телесных трансформаций изменилось многое от банальной интерпретации органами чувств к примеру прикосновения другого человека теперь могут вызывать возбуждение вплоть до смены вкусовых предпочтений а уже такие базовые вещи влекут изменения интересов взглядов порой предпочитаемой идеологии так ярким примером подобного для меня стал знакомый из вуза почти у каждого такой был в институте или школе он настолько сильно испытывал сексуальное влечение к одной девушке что стал перенимать ее идеологические взгляды в моем конкретном случае это был феминизм и коммунизм человек просто на глазах менялся хотя раньше был увлеченным геймером и топил за демократию и адекватное равноправие да конечно человек в последующем может отказаться от таких приобретенных морально политических ценностей тем более приобретенных сомнительным путем и все равно этот опыт он уже никуда не денется а прошлый опыт во многом определяет нас в будущем нет никаких чакр третьего глаза кармы определяющих ваше ментальное здоровье и возможность охватить неосязаемый опыт некоторые люди в комментариях пишут что заклинания которые даю не работают и что все это полная чушь ваше тело и есть все перечисленное для глубокого познания мира нам не нужна шарлатанская магия и колдовство продвигаемая инфо цыганами этот инструмент у нас и так имеется наше тело в его банальном физическом проявлении уже само по себе магия гораздо более продвинутая чем многим кажется просто нужно научиться им грамотно пользоваться что естественно сложнее чем отдать деньги случайному человеку из интернета который расскажет как впитывать маткой энергию вселенной это называется дворец яичников это называется сакральный центр вы создаете чашу грааля источник жизни и конечно стоит понимать что любой человек в настоящий момент времени это не тот же человек из прошлого ибо таких вещей влияющих на нашу жизнь как тот же пубертат у нас довольно много возрастные и личностные кризисы о которых не раз упоминал также меняют восприятие и анализ реальности помимо этого множество наших клеток тела обновляются сотни раз на протяжении жизни это физиология старения млекопитающих к коим мы относимся от того меняется биохимия уже которая непосредственно влияет на реакции ощущения органов физиологические и психические возможности вы пять лет назад и сейчас очень отличаетесь на данный момент фраза в здоровом теле здоровый дух это не гипотеза и не предположение это факт как и другая любые значимые изменения в теле человека будь то болезни ранения или травма влекут за собой неминуемые изменения психики а как следствие и личности человека хорошим примером такого является неврологический диагноз j54.6 и .7 в международном классификаторе болезней 10 редакции фантомные конечности когда человек несмотря на ампутацию субъективно ощущает присутствие конечности как будто ее не удаляли есть много теорий почему люди вообще так воспринимают подобное одна из них попытка сознания и психики создать иллюзию целостности тела его физического здоровья ради и собственно сохранения здоровья психического если отвечать кратко на поставленный в под теме вопрос определяет ли бытие сознание да именно так наша физиология психика и психологический аспект плотно переплетены в один клубок размотать который нереально без негативных последствий для человека рефлексия для тех кто не знает что такое рефлексия это совокупность явлений концепции мыслительных процессов направленных вглубь себя с целью самопознания анализа эмоций чувств в состоянии поведения действий и так далее банальным примером может послужить вопрос к самому себе нахрена я полез в холодильник в два часа ночи а также последующий разговор со своей совестью на тему зачем ты так много жрешь и будешь ли менять поведение в будущем ради собственного здоровья мои коллеги шуточно называют рефлексию бюджетным вариантом психотерапии и отчасти это верно многим из нас свойственно копаться в своей голове уж так мы устроены но появляется ряд вопросов касательно таких раскопок и постараемся сейчас рассмотреть наиболее актуальные из них вопрос первый является али рефлексия полезной или вредной ответ да не удивляйтесь рефлексия может быть использована человеком как для блага так и для вреда самому себе нюанс состоит в том что ни один из нас не может объективно анализировать свой опыт и интерпретировать его есть такая знаменитая фраза конфликтологов которую они используют при медиации к обеим сторонам конфликта есть версия событий вашей стороны есть версия событий противоположной стороны а есть правда вот ее мы здесь и пытаемся найти от того рефлексия крайне субъективно и далеко не всегда может дать вам то что вы от нее стремитесь получить а именно объективный анализ произошедшего с вами с другой стороны во всем другом рефлексия универсальный инструмент для приобретения ментального спокойствия любой тип стресса позитивный или негативный любой незавершенный конфликт любые переживания или эйфория при некоторых условиях все это и многое другое вы можете проработать у себя в голове и прийти в состояние условного дзена состояние покоя как к любому инструменту в руках человека к рефлексии необходимо относиться с пониманием и четкими задачами которые вы стремитесь решить вы же не забиваете микроскопом гвозди или не используете велосипед для глубоководного плавания вот и здесь так стоит четко осознавать границы возможностей вашей рефлексии к примеру некоторые мои первичные пациенты приходят ко мне с непониманием почему внутренние самокопания не помогли им проработать жесткую психотравму например контузию дтп утрату близкого человека в тяжелых обстоятельствах пытаться проработать такое собственными усилиями все равно что посылать на отушение огромного лесного пожара одну машину мчс полупустым баком воды и кучей дырок в пожарном шланге неэффективно и создает иллюзию что вы сможете справиться в одиночку а это чревато нервным срывом в критичный момент когда вы меньше всего ожидаете подобное самый же потенциально большой вред рефлексии который может состояться зацикливание на одной или нескольких идеях в голове она же сверх ценная идея это симптоматика психического расстройства которая обозначена кодом mb 26.6 в мкб 11 редакции это глубоко личное эмоционально лоббильное состояние которое сопровождается тревожностью и мнительностью но подробнее об этом как-то в другой раз ибо тематика обширная вопрос второй существует ли научный подход и методология использования рефлексии ответ да и нет как уже упоминал выше рефлексия субъективно и одиноко как игра в однорукого бандита уже столетия начиная с первых работ немецких философов заканчивая современными медицинскими данными и исследованиями происходят попытки прийти к общему знаменателю внутреннего исследования самого себя называется это интерспективная психология или просто интроспекция создание подобного течения даже помогло экспериментальной психологии как гуманитарной науки переродиться уже в клиническую или же медицинскую психологию на данный момент отношение в среде специалистов к интерспекции двояко с одной стороны все признают что методика самоотчета и самоисследование единственный адекватный метод обнаружения многих психических заболеваний и состояний с другой стороны подобный подход не является эмпирическим и точным так например есть такое расстройство как ипохондрия f45.2 по мкб 10 редакции и 6b 23 по 11 редакции когда человек абсолютно уверен что болеет соматическим заболеванием неизвестного происхождения а все врачи вредители не верят ему и вообще шарлатаны детально рассказывал о подобном ролике странные случаи в моей практике психолога часть 1 если коротко психическое состояние человека дает ему ложные сигналы недуга физического отчего он постоянно ищет у себя хворей которых по факту нет в чем все мы как специалисты психического здравоохранения сходимся рефлексия существует и используется людьми постоянно однако большинство ее либо недооценивает либо переоценивает как инструмент коррекции психических состояний вопрос третий насколько эффективна психотерапия по сравнению с рефлексией ну все просто какой интим лучше когда вы один или когда с партнером понимаю есть а сексуалы или любители так сказать одиночных игр но пример их не касается психотерапия это работа плотная работа двух или более людей для преодоления психического кризиса или недуга который мешает обычной человеческой жизнедеятельности стоит также уточнить что если мы говорим про психический недуг тяжелого характера шизофрения биполярное расстройство органическое расстройство личности и так далее здесь уже понадобится не только и не столько психотерапия а психиатрия но об отличиях говорил не раз в других роликах тем не менее упомянуть было необходимо во избежание недопониманий психотерапия была создана как раз для тех случаев когда обширный стресс конфликты и психические нагрузки невозможно проработать рефлексией или иными общедоступными способами если говорить военными терминами то рефлексия это мелкая стрелкотня в то время как психотерапия это птур ну а психиатрия в этом примере вообще крупнокалиберная артиллерия у всех этих инструментов разные задачи и методы использования как в сущности и уровень специализации операторов подобного вооружения вопрос даже не в эффективности а в спектре задач которые вы пытаетесь решить подобными инструментами как говорится из пушки по воробьям не стреляют вопрос 4 нахрена мне вообще нужна эта рефлексия и тут мы сталкиваемся с людьми которых зачастую некоторые называют индивидами со слабым эмоциональным интеллектом это приверженцы идеи абсолюта исключительно научный подход к своей психике и состоянием отвергающие любые иные гипотезы теории мысли о психологии и в какой-то степени их можно понять мы относительно давно если считать поколениями перешли на этап цивилизации когда высокие технологии точная наука диктует повестку дня как бы то ни было они забывают что вообще-то если мы берем отрезок индустриализации и новейшего времени он мизерный по сравнению с нашей историей как вида хотя наши предки как-то выживали и психически адаптировались к реалиям действительности и рефлексия как раз один из основополагающих не материальных инструментов нашего бытия который способствовал этому и развивался вместе с нами простая аналогия если сейчас вы пообедаете с сырым мясом скорее всего вы отравитесь и внедрите кучу паразитов в свой организм хотя наши далекие предки ели его вполне нормально между тем на каком-то этапе древние люди нашли способ получать огонь и использовать его для обработки мясопродуктов десятки тысяч лет такой кулинарии можно сказать не способствовали адаптации нашего организма к восприятию сырого мяса это физиологическая эволюция принятия белковой пищи в то же время существует эволюция психическая наши предки постоянно адаптировались к изменениям в быту технологиях смирились цивилизационным ростом приспосабливая свое сознание к реалиям так и появилась рефлексия как неотъемлемая часть переработки стресса личностью вы никуда не денетесь от рефлексии она эта часть вас понимаете вы ее или нет признаете или отвергаете она всегда с вами вопрос лишь в том будете ли вы ее использовать сознательно оттачивая мастерство или она будет использоваться на фоне в подсознании менее эффективно она подстроиться под вас потому что к сожалению или счастью мы люди так устроены внутренний диалог один мой коллега очень любит анекдот о своей специализации не идите к психиатру если вы говорите с кактусом а вот если он вам отвечает значит пора нам позвонить это бородатая шутка определяет всю суть галлюцинаторной симптоматики и ее отличие от внутреннего диалога несмотря на то что человек существо глубоко социальное у нас как общество есть пробелы в социализации диктуемые нашей индивидуальностью далеко не обо всем и не всегда мы можем сказать вслух в арабских странах шариатским правом женщинам не позволено говорить о женственности в современном эмансипированном смысле в странах пост-ссср говорить о би и гомосексуальности в положительном ключе не принято можно сказать что это некая табу в китае запрещено произносить имя вини-пуха и таких примеров хоть лопатой греби цензура пропаганда нормы приличия обычаи традиционализм все это вызывает пласт тем которые табуированы до нельзя яркий пример материал на канале под названием психология консерватизма и традиционализма где я как раз рассказываю почему так происходит из-за чего в комментариях у приверженцев данных течений полыхнуло несколько десятков знатных пожаров но мы отвлеклись к сути если у общества есть табу это не значит что все его поддерживают инакомыслие в нейтральном смысле будет актуально пока мы существуем как вид и если нельзя произносить что-то вслух это не значит что об этом нельзя думать поэтому человек сталкивается с проблемой обдумывание это конечно прекрасно но она не покрывает потребности в общении на данную тему я упускаю социализирующий компонент своей личности а это неприятно и наверное не очень хорошо на сцену выходит внутренний диалог он часть рефлексии и одно из ее новейших изобретений никто точно не знает кто первым ощутил потребность и способность к внутреннему диалогу оттого невозможно понять насколько давно этот инструмент психики с нами впрочем большинство склоняется к относительно недавнему возникновению из-за двух факторов первый табу недавнее изобретение цивилизации второй языки вербального общения также а без этих двух компонентов внутренний диалог априори невозможен поэтому ориентируемся на ранние цивилизации шумеров и отрусков есть также приверженцы теории транзакционного анализа которые объясняют подобное общение с самим собой наличием нескольких эго состоянии человека ребенка взрослого и родителя можете сами выбрать вариант возникновения который вам больше нравится а как насчет сути внутреннего диалога он покрывает многие потребности социализации и проработку опыта которые вы не можете получить в реальности о табу поговорили но что если вам на хамили или нагрубили а ответить по каким-либо причинам вы в нужный момент не смогли это подрывает вашу самооценку и внутренним диалогом вы можете закрыть потребность в ответе и так сказать закрыть гештальт внутренний диалог также характерен при скорби когда вы прорабатываете потерю близкого который уже по объективным причинам не может вам ответить многие писатели и иные творческие личности используют этот инструмент при создании своих произведений чего греха таить немало моих коллег используют внутренний диалог как тренировку перед приемом сложных пациентов которым не хочется навредить лишним словом в общем и целом это замечательный инструмент психики помогающий удовлетворять определенные потребности нашего вида и стоит уточнить нет никаких готовых рецептов как рефлексировать и проводить внутренний диалог если вы не специалист отрасли психического здравоохранения вы должны ориентироваться исключительно на свои потребности и возможности пластичности психики а вот что действительно важно это ограничители подобного времяпрепровождения видите ли как и с любой деятельностью надо знать меру не стоит убиваться и отдаваться подобному на постоянной основе внутренний диалог закрывает потребность они перекрывает ее полностью если вы хотите шоколадку конечно съешьте но не покупайте десяток плиток и не съедайте одномоментно будет плохо почему на канале есть ролик про тульпу это когда человек отдает огромное количество времени создавая себе партнеров сознаний предпочитая общение с ним они реальными людьми к чему это приводит можете узнать материале по ссылке там же кстати поясняю многое связанное с галлюцинациями выводы на самом деле был удивлен запросу на подобные материал о простых даже фундаментальных вещах вроде бы всем известных а потом я столкнулся с таким понятием как база это слово все чаще встречается в комментариях зрителей и монологах других блогеров при том если раньше его аналогом было уничижительная капитан очевидность то сейчас база произносится как похвалу автору за утверждение довольно стандартных знаний и до меня стало доходить мы активно переходим в мир пост правды когда на белое говорят черное когда расизм называют борьбой за равенство когда ложь мерзость и трусость становятся добродетелями а выигрывает в споре и дискуссии не самый талантливый и правдивый оратор а тот кто выставит из себя более обиженную жертву и если раньше это было незаметно то сейчас мы все больше окунаемся в этот омут пост правды мета иронии выпячивание статуса жертвы как благо некоторые называют это временем цифровой инквизиции когда за утверждение о том что менструировать могут только женщины джоан роулинг отменяет даже те кто должен ей по гроб жизни за свои деньги и популярность а потом люди и вовсе защищают пацана который переходит в другой пол несмотря на то что он надругался над девушкой младше себя в женском туалете а знаете как его защищают говоря что девочка его спровоцировала я когда это увидел у меня глаза на лоб полезли именно поэтому уничижительный термин капитан очевидность ушел в прошлое а его заменила похвальное слово база в мире лицемерия популизма простых решений альтернативно мыслящих редко можно услышать базу и это прискорбно мои дорогие зрители небольшая ремарка уважаемые новые зрители на канале больше сотни часов материалов понимаю далеко не всем нравятся все темы и они выборочно смотрят ролики по психологии психиатрии армии видеоигра однако это авторский канал а значит в каждый свой материал вкладываю свой опыт знания практику субъективное мнение много аналитики жизненные истории из военного и психологического сектора это все к чему встречаю немало комментариев с вопросами и предложениями которые раскрывал других роликах как пример один зритель написал что ему не заходит подход с интонацией в нос и просил чтобы автор изменил подачу спешу уведомить в ролике разборе метро исход от 23 апреля 2020 года на 35 минуте 50 секунде рассказываю как военные приносят болезни на ногах а конкретно я приобрел таким образом хронический танзелит и гайморит то есть физически не могу говорить по-другому я не искал этот момент хронометража чтобы тыкнуть им опомнил отрезок видео так как в каждый материал вкладывают часть себя и пережитого мной будь то гражданка или армия по поводу dying light 2 футажи которого вы видели на фоне ролика разбора по нему не будет сюжет очень нелогичный в одном диалоге персонажи могут противоречить происходящему и своим предыдущим словам группировки показаны странно много нестыковок между действиями словами и тем что происходит геймплей на есть куча сцен где показывают абсолютно мудацкое поведение персонажа а потом задвигают речь о толерантности ибо он так много пережил сценаристы не понимают различия концепции понимания и принятия поведения стороннего человека если я вижу мудака который бычит предает кидает поступает как мразь но потом кто-то его оправдывает просто потому что у него есть хорошее качество преданности другому человеку это не делает для меня персонажа лучше он не становится из тупого негативного противоречиво интересным нет он такой же мудень просто с небольшим пояснительным бэкграундом как он дошел до жизни такой и таких персонажей здесь много как и странных повествовательных решений из десятка условных сюжетных заданий одно хорошее пара сносных остальные фе кто бы что не говорил про первую часть ее сюжет был сформированным и целостным поведение персонажей хоть и относительно примитивная но читаемая со стороны психологии именно в первой части смог обнаружить характерные виды паттернов дезертирства на примере главного героя о чем сделал материал а сейчас я смотрел и просто офигевал с того как мне пытаются подать вместо сценария фанфик про сложные взаимоотношения людей в постапокалипсисе который на самом деле больше похож на разборки пубертатных подростков с их представлением о мироустройстве когда хороший персонаж по мнению сценариста остается хорошим несмотря на мразотнейшее поведение при условии что он продвигает правильные идеи а знаете какие идеи с же в браво и люди превозносящие эту игру ругали за сюжет кибербанк ну ну ребята это я еще не до конца прошел все кто уже это сделали и кто не получил ключик а купил игру сам говорят что концовка просто ужасно в своей тупости доберусь ли я до нее хрен его знает могу простить произведению многое но вот обычное нарушение причинно-следственных связей в нарративе нет паркур и геймплей да норм именно норм они офигительны кстати если будете играть ставьте английскую озвучку пробовал и русскую и английскую разница в том что в русской главный герой звучит как истеричка а в английской как усталый мужик коим он собственно и является по сюжету в его адекватной части впечатление от героя разительно отличаются в этом короче вы поняли между тем переживать не стоит уже почти готов один материал по действительно достойной игре который появится в скором времени кстати как вы знаете или я вас сейчас просвещу для этого и иных роликов превью делает два арт студию при том абсолютно бесплатно и качественно порой в саркастичном или ироничном виде что особо доставляет однако это не все чем они занимаются на их инстаграм странице вы можете увидеть примеры интерьерного дизайна в технике ручного рисунка или 3d моделирование это их основной профиль советую подписаться возможно вам или кому-то близкому понадобятся такие услуги за демократическую цену тем более что возможно выполнение дизайна в стиле сеттинга какой-либо игровой вселенной вархаммер дума skyrim фоллаут все что пожелает ваша душа да и отзывы и примеры уже выполненных работы радуют глаз ну а на этом будем закругляться моя благодарность патронам и бустером которые помогают держаться каналу на плаву и выпускать материалы относительно регулярно отдельно отмечу генералы анахронизм матрос матейц тыбор гинсиан александр филоненко пульсиус комбриги эдвард джеймс иванов джон хаймовец тони скакалкин вупли абдуль 671 games не ехара полковники александр алекс вэл аскольд ругель эль серхио габит големкап гуди мэн игорь из женат ли джу бой клаус шишига константин колосов лаксерро мастер михаил маренко найс соло кемист рак хир арчер реплей гейм спб рихтер сергей элемента шэдоу джек джейси сам chinese guy стас ташко стон даст бир тарт украинян смаглер вооружан вульпес ясный пенек евгений карина евгений косачёв дмитрий кулиш злой механикус илья волков итальянская бронебака николай кутузов техножрец тайрет си айс о дуглас вяземский волонтеры аким глушков алекс александров алекс n денис гутарин денис маслов дм ашар дмитро don't hide your pain аранделакс фус геккарто хаунд i'm just number капа кирилл букин лена шрёдер мэтт кузя максим никулин нифлер по псинджи сексикапкан саирникус шварц пфад шизоидус сифилис герпес социолитик торкрид вадим н виталий влаки замполит артур свирский владислав александрович евгений антипин евгений гончаренко роман даткун тоха лонгер юрий даниил черочкин берч мэриэл нина н томата девелопер нина берро бер намедав панда ант м андрей киберев оффул пёрсон препер долис кол xxxzz шинджики карри 228 xxxzz ай винтерфолл мартин уокер андрей мирошник и целого мира мне будет мало ирина звягинцева браунинг а113 артур шепард владиус михаил рафальский как всегда не прощаюсь думаю скоро услышимся